Помощь надо, деда. Кана – это помощь, я не знаю. Кана – это помощь. В конце уже читаем из-за того, сколько можно мучить людей. Мать-одиночка Арзыгуль Ушурова пришла в Акимат в надежде встретиться с Акимом города и попросить помощи в решении проблемы с жильем. Женщина вместе с 9-летней дочерью, страдающей ДЦП, живет в арендованной квартире. Сказали, что в Акимате получите сертификат. Почему? Без гебельмидам дала сертификат. На миллион, оказывается, дали всем. Мать-одиночка, деда. А вы что, не люди, что ли? Скажите, пожалуйста, вы не люди, что ли? Наши дети не люди, что ли? Детей инвалидом сделали. Меном балам. Вот она какая была. Нормальный ребенок был у меня. Инвалидом сделали врачи. Сотрудники Акимата хоть и завели женщину с ребенком в приемную, но сказали, сегодня встречи с Акимом не будет. Аким только раз в месяц принимает граждан. Каждый второй понедельник месяца на прием к Акиму очередь. Записавшихся на прием много. Тем более таких людей, как Арзыгуль Апай. Когда ее очередь подойдет, ее пригласят. Узнав, что Арзыгуль пришла с жилищной проблемой, сотрудники Акимата пригласили специалиста из управления жилья. Представитель заявил, у матери-одиночки есть возможность получения квартиры. Но когда это произойдет, неизвестно. Сейчас в очереди на жилье стоят 22 600 человек. В очереди для представителей социально уязвимых слоев населения 11 тысяч человек. Нельзя их переступить и выделить жилье, потому что у всех, кто в очереди, равные права. Сейчас в Алматы проводится программа «Счастливая семья». Она только для многодетных семей. В конце мая будет большая республиканская программа для многодетных семей, неполных семей, для семей с детьми-инвалидами. По данным представителя управления, за последние три года по государственной программе около 9 тысяч человек получили жилье. Среди них 236 человек, воспитывающих детей-инвалидов. Арзыгуль, ставшая в очередь на жилье 7 лет назад, сейчас на 1343 месте среди очередников. Женщина с дочерью живут на пособие в 72 тысячи тинге. Из-за того, что денег на жизнь не хватает, ей приходится вязать носки на продажу, а иногда и просить милостыню.